здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 18 уроке видеокурса лендинг для начинающих и в этом уроке мы с вами научимся делать якорное меню что это за такое меню как правило на лендинг сайтах как раз таки такое меню и используют нежели какие-то отдельные страницы то есть отдельные страницы которые мы делали точнее ссылки например на другие страницы и так далее как правило встречается реже очень часто используют именно якорь на меню когда лендинг большой и нужно чтобы человек до нужного места добрался быстрее есть так называемые якори значит какова функция якоря когда мы видим наверху некое меню например уроки muse и тут идет на нашем лендинге вначале много информации но уроки muse находится ниже или это может быть там цена или еще что-то то есть идет начальство информация как правильно там цена и это может все находиться ниже на лендинге и вот человек кликает по кнопке например цена или уроки muse и страница автоматически прокрутиться до нужного момента и соответственно этот нужный момент мы с вами в лендинге делаем то есть каждое меню ведет на какую-то свою часть на сайте то есть например следующая кнопка она может прокрутить еще ниже да то есть она прокрутит до того момента где мы установим якорь и так давайте приступим попробуем установить первый якорь на нашу первую кнопку для этого мы берем инструмент деления если у вас зажата были какие другие кнопки и вот здесь вот вы можете видеть якорь то есть он выглядит как действительно якорь кликаем сюда и нам нужно теперь этот якорь разместить туда куда вам нужно чтобы страница прокрутилась и остановилась я просто взял здесь пример то есть я сделал отдельный блок и вот написал здесь единичка якорь лучше прикреплять самого левого края данного блока то есть если вам нужно чтобы страница прокрутилась до вот этого момента где у нас начинается единицы то есть тут немножко отступ да то есть до вот этого края блока то вы якорь ставите прямо вот так вот как я сейчас поставил его в уголочек на краю этого блока от этого зеленого у вас вот всплывает вот такое окно и нужно задать имя якори но это имя якори она будет отображаться как и в ссылке то есть там идет ваш например адрес касая черта решетка и там будет подставляться имя якори поэтому вы здесь сами думайте русские буквы по моему вставить он не разрешит news я имею ввиду вот видите когда русские мы вносим нас в такой вылезает предупреждение поэтому русский не идет попробуем поставить например просто одну буковку r вот первый якорь я назвал буковкой r то есть вы здесь можете реально назвать а как-то английскими словами именно ваш блок на куда у вас прокручивается например прайс на цена то есть если это блок например цены вашего товара почему якорь я размещаю именно в левом углу не в середине не справа потому что было замечено что на мониторах а 1024 по ширине пикселей когда мы нажимаем на кнопку например уроки muse то есть кликаем у нас дизайн уезжает то есть вообще в левую сторону и в правой части получается такая какая-то левая полоска то есть который там быть не должно и вот эта полоска она еще и знает когда якорь расположен именно в левом углу соответственно вот это расстояние выше ниже да здесь уже вы понимаете то есть если мы поднимем якорь например вот сюда то у нас прокрутится страница до этого момента и тут будет вот такой зазор некрасивый нужно же сделать чтобы у нас именно ровненько подъезжал экран вот так вот да как раз начало нашего нового блока с информацией я не знаю может быть в новые news который сейчас я записывал урок это исправлено я не проверял но как бы здесь по большому счету без разницы так то где якорь ставить его все равно визуально будет не видно но был вот замечен такой баг теперь нам остается этот якорь повесить на кнопку значит мы выделяем нашу первую кнопку или ту кнопку на которую вы хотите разместить данный якорь и потом просто идем вот уже у вас знакомое поле добавить или фильтровать и здесь все якоря которые вы создадите будут отображаться и вот пожалуйста мой первый якорь r мы просто кликаем и выбираем его здесь давайте сразу сделаем предпросмотр в браузере как это на самом деле будет работать обратите внимание на других кнопках у меня нет ссылок не якорей и когда я навожу на них у меня нету пальчика да а когда навожу на первую кнопку у меня появляется пальчик значит здесь уже есть какая-то ссылка а именно якорь я кликаю значит на эту кнопку и вы видите у нас идет плавная прокрутка именно до начала блока до вот этого зеленого то есть у нас первый блок вот идет темно-зеленый а тут потом более светло-зеленый вы видели как прокрутилась именно до этого момента то есть это как раз регулировка вот якоря выше ниже да здесь понятно ну и в принципе вот они все якоря давайте попробуем повесить еще на два блока чтобы закрепить информацию значит я прокрутил вот за ползунок до нужной части сайта значит опять кликаю по якорю еще раз и размещаю там куда мне нужно прокрутить второй кнопки опять нас плавает окно я как-нибудь его называю назову его е прокручу опять на самый верх выделяю свою вторую кнопку иду опять добавьте фильтровать и у нас есть появился второй якорь е нажимаю е и сразу беру якорь еще раз прокручу до третьего своего блока и размещаю там же только в третьем блоке и назову его например f ok на самый верх выделяю третью кнопку добавить или фильтровать и выбираю f вот я повесил три якоря на три кнопки предварительный просмотр итак проверяем первые уроки news прокрутилась они мэйт у нас прокручивается до второго блока и курсы у нас все отлично работает и прокрутилась до 3 блок вот таким вот образом делают сикаря также если проявить смекалку вы можете реализовать такую вещь как правило на больших длинных сайтах можно разместить внизу такую стрелочку наверх и по клику на нее чтобы человек например не возвращался вот так вот за ползунок до верхушки сайта а кликнув по стрелке его отбросит наверх пускай это будет для вас домашнее задание то есть вы сюда внизу сайта размещается стрелку это тоже самый якорь только якорь вы прикрепляется на самом верху и соответственно на стрелку вешайте ссылку этого якоря также с этими якорями а можно работать на других страницах например в музе сделали какую-то внутреннюю другую страницу и там разместили якорь а на первой странице на кнопку повесили как бы ссылку на нее и страница перейдет по клику на кнопку перенесет вас на ту страницу и прокрутит сразу же до этого места так что имейте ввиду то есть якоря работают и на другие страницы в музе ну давайте это быстренько продемонстрируем например у меня есть вторая страница я захожу вторую страницу делаю ее по длине добавляю сюда например еще нолик высота сайта ну и нам например надо чтобы на второй странице прокрутила до нужного блока который находится например не в начале страницы а например в самом конце и здесь сделаем какую-то такую полосочку в ширину в сто процентов и закрасим ее красным цветом вот и повесим якорь сюда опять также берем якорь также крепим его в уголочке и здесь как-нибудь его называем окей я назвал лука перехожу в свою основной сайт и на последнюю кнопочку давайте попробуем повесить этот якорь вот он у нас к я его выбираю то есть сейчас у нас две страницы вы видели я создал идем предварительно просмотр сайта в браузере и смотрим сработает ли то что я вам говорил вот пожалуйста вы поняли да просто быстро это прокрутилась точнее он должна не прокрутился сразу сюда перешел но факт в том что смотрите вот видите я за ползунок тяну и это явно не начало сайта вы видели я в самом низу создал вот этот прямоугольник красный смотрите вот кручу 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 сайт вот эта верхушка сайта здесь конечно он белый вам не видно но зато видно вам ползунок что действительно сейчас наверху и вот смотрите как далеко красный блок внизу еще раз смотрите контакты открылась другая страница и тут же прокрутила до этого места вот имейте ввиду что якоря работают на других страницах тоже вы должны это знать потому что это может очень часто пригодится где-то на этом я заканчу данный видео урок и увидимся в следующем наверное трудно представить себе современный лендинг пэтч сделанный в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пейдж делайте их круто